Итак, этот курс завершен. Мне было интересно создавать его для вас и, надеюсь, что он расширил ваше понимание продвинутых рабочих процессов в мае. У нас не было времени, чтобы рассмотреть каждый инструмент моделирования и каждую технику, доступные в мае, но теперь у вас должно быть понимание того, как структурировать любой объект, а затем использовать его базовые формы и соответствующие рабочие процессы для создания модели по вашим требованиям. Подготовлено кубом перевод всем. Так что же дальше? Продолжайте практиковаться и не бойтесь сложных моделей. Кроме того, вот совет, который у меня есть для вас. Никогда не прекращайте самообучение. Я работаю 3D художником и педагогом в течение 15 лет и все еще постоянно изучаю новые технологии и программное обеспечение. Я бы, например, предложил глубоко погрузиться в цифровую скульптуру с помощью Matbox или ZBrush и продолжать изучение всех аналогичных возможностей в мае. Как было продемонстрировано в этом курсе, вы можете создавать таким образом интересные органические формы. Я бы рекомендовал также взглянуть на этот курс скульптуру существа в ZBrush и Photoshop с RaceBirds, ZBrush 4 Essential Training с Райаном Китлсоном или моделирование жидкостей в мае с Аароном Рос. Спасибо за просмотр и желаю вам успехов в моделировании в мае.